Слава Господу, что мы не просто все как-то так по отдельности, потом мы как-то периодически собрались вместе, что-то послушали, но мы часть одного целого, это Церковь Иисуса Христа, написано, что глава тела, сам Господь. Аминь. Давайте мы посмотрим некоторые места из Библии. Моя тема сегодня будет называться «Касаясь» или «Прикасаясь к сердцу Божьему». Я прочитаю из Евангелия от Матфея, 6 глава, с 5 стиха написано, «И когда молишься?» И когда молишься? Не если молишься, а когда молишься? Не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми истинно говорим, что они уже получают награду свою. Конечно, в молитве есть элемент, когда мы молимся публично, но Господь, Он знает наши сердца. И молитва сама по себе — это сокровенная вещь, так же, как и вера. Можно скопировать какие-то внешние моменты, можно скопировать внешний стиль молитвы, или можно какие-то правильные слова говорить. Но на самом деле работает только то, что от сердца. Я в самом начале сказал, что молитва зарождается в сердце. И именно цель молитвы, которая зарождается в сердце человека, — коснуться сердца Божьего. Молитва, которая от разума, она не имеет силы. Это неплохо молиться, просить о чем-то, но если это не из сердца, если это не из сокрушения, такая молитва не коснется сердца Божьего. Поэтому мы видим, что иногда молитвы безответные, потому что там красивые слова, конечно, есть, и там даже есть исповедания красивые, но Бог является живым Богом. Бог не робот, чтобы нажал кнопочки, нажал правильный код, принес ему правильные обетования. Библия говорит, что так делают язычники, которые думают, что они будут многословие услышаны. Они думают, что если они скажут определенные слова или даже заклинания, то это будет работать. Но это не работает. Иисус дальше говорит, ты же когда молишься, войди в твою комнату и затвори дверь твою. И эта комната может быть разная. Когда мы снимали однокомнатную квартиру, маленькая комнатка, и наша кухня была, она не была такая кухня, как сегодня есть в домах кухни, это был такой как узкий коридорчик, где еле вмещался холодильник, маленький столик. И родился у нас первый сын, старший сын. И не было сильно даже где помолиться. Моей молитвенной комнатой был туалет или был парк. Я просто выходил, и каждый день я шел в парк, километр, я там молился. То есть неважно, где твоя молитвенная комната, но она должна у тебя быть, и она должна быть стабильной. Это место, это встреча с Богом. Не просто некоторые начинают молиться, когда у них есть нужда. Но тогда у тебя нет взаимоотношений с Богом. Ты просто хочешь его использовать как некий механизм, который приносит ответ. И тогда люди обижаются, и они говорят, ну я не понимаю, почему Бог не ответил. У тебя должна быть молитвенная комната. И когда у тебя будет молитвенная комната, неважно где, на улице, в лесу, Господь потом даст тебе что-то другое. Я помню, я остановился у одного брата, однажды я приехал проповедовать в одну церковь, я ночевал. И у них была двухкомнатная квартира, и даже трехкомнатная. И мне выделили целую комнату. Я был просто счастлив, и я подумал, Господи, если бы когда-то у меня появилась просто комната своя, чтобы я мог там читать Библию и молиться. Слава Господу, сегодня у меня есть уже комната своя, я могу там молиться. Но главная твоя комната – это твое сердце. Можно иметь чудесную комнату. И там может быть много Библий. Но если в сердце нет молитвы, если в сердце нет поклонения, если в сердце нет взаимоотношений, эта комната будет пуста. Он говорит, что когда ты войдешь в свою комнату, когда ты войдешь в свою комнату, человек создан Богом таким образом, что он зависит от Бога. И молитва – это как средство, одно из средств, как мы взаимодействуем с Богом. Видите, человек создан ограниченным, и он нуждается в покровителе. Когда ты чего-то не можешь сделать, или у тебя что-то не получается, ты знаешь, что есть тот, кто может это сделать. Ты знаешь, что есть тот, у кого получается, получится. И ты прибегаешь к нему, написано, что к тебе прибегает всякая плоть. Когда ты бежишь, написано, как лань, Давид говорит, как лань, стремится к потокам вод. Когда лань убегает от хищника, она знает, что единственное место для нее безопасно – это войти в глубокие воды, чтобы хищник не мог ее растерзать. Войти в это соприкосновение с Богом, с этим покровителем. Все религии ищут покровительство, язычники ищут покровительство, а мы имеем живого Бога, взаимоотношения. Вера в Бога – это вера в живого Бога. У нас есть покров, у нас есть защита, мы в завете. Слава Господу за завет. Итак, молитва начинается с сердца, и цель молитвы – коснуться Божьего сердца. «Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Если мы не понимаем этих принципов сердца, мы думаем, что в многословии мы будем услышаны. Мы думаем, что мы в своем исповедании будем услышаны. И молитва превращается в некий ритуал, где нет сердца, где нет твоего сердца и нет Божьего сердца. А Бог хочет, чтобы было твое сердце, потому что только то, что из сердца в сердце рождается, оно может достучаться до другого сердца. Знаете, взаимоотношения не всегда чувствуются. Если ты с кем-то хочешь иметь взаимоотношения, открой свое сердце для него. И твое сердце, разум, он будет взаимодействовать с чем-то разумом. Разум не может взаимодействовать с чем-то сердцем. Если ты просто открываешь свой разум, но ты не против о погоде спросить, не жди, что чье-то сердце откроется. Но когда ты изливаешь сердце, когда тебя интересует сердце, тогда ты получишь что-то сердечное. Поэтому молитва начинается с сердца. Мы созданы по образу Божьему. Бог имеет чувства. Так же, как человек имеет чувства. Мы по образу Божьему созданы. Вы знаете, бывает так, я думаю, переживали вы. Когда какой-то человек, это не специально происходит. Просто человек. Я не знаю даже, как это происходит, на каком это уровне происходит. Ты смотришь на его слова, на его какие-то действия, и твое сердце открывается для него. Переживали? Тебе хочется, что-то подарить ему хочется. Ты не можешь объяснить, тебе что-то хочется дать ему. Ты думаешь, Господи, что вот у меня есть, что ему надо? Ну, бывает, да, такое? Почему? Потому что это неосознанно. Это неискусственно. Твое сердце открылось. Ты сам не понимаешь, почему. Мы говорим, что Бог, может быть, сказал. Иногда это Бог. Но бывает так, что твое сердце просто открывается для кого-то. А бывает так, что ты кого-то пытаешься любить, но почему-то нет какой-то связи на уровне сердца, нет понимания. Так же и с Богом. Даже Господу приходится самому быть инициатором нашего же прощения, чтобы его чувства имели к нам благорасположение. Поэтому в Исаии 43 глава 25 стих, смотрите, что там сказано. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Не только мы нуждаемся в прощении наших грехов, но и Бог нуждается в том, чтобы нас простить, для того, чтобы взаимодействовать с нами. Потому что если мы в непослушании, если мы в неправильных отношениях с Богом, Он наш Отец, но его сердце закрыто. И Он поэтому говорит, я ради самого себя тебя прощаю. Я ради самого себя изглаживаю твои грехи, чтобы их не помнишь, чтобы тебя благословить, чтобы тебе помочь. Он говорит, мне приходится это сделать, потому что я хочу иметь с тобой вот эти сердечные взаимоотношения. Поэтому Бога обижает, когда мы прибегаем к Нему, тогда, когда мы в нужде. И мы забываем о Нем, когда у нас все в порядке. Бытие 26 глава, я прочитаю 34-35 стих, чтобы показать этот принцип, как коснуться или прикосновение к Божьему сердцу, но мы посмотрим это на примере человеческом. 26 глава, 34-35 стих, Бытие. И был Исаак 40 лет, и взял себе в жены Егудифу, дочь Беэра, хитиянина. И вторую жену он взял, дочь какого-то Элина. И они были в тягость Исааку и Ревеке. Заметьте, что они были в тягость Исааку и Ревеке. По какой-то причине, Библия не упоминает эту причину, но они были в тягость. Я думаю, что не было какого-то прикосновения сердечного. Вместо того, чтобы найти жену из своего рода, Исаак пошел туда к хитеям, и он искал этих язычниц. И, конечно же, сердце Исаака закрылось. И вот такая дилемма. Это первенец, его надо благословить. Но как ты благословишь, если сердце закрыто? Устами можно, но оно не будет работать. И люди не понимают этот принцип. Они не заботятся, чтобы иметь хорошее отношение с начальником, чтобы иметь хорошее отношение со священником, чтобы иметь хорошее отношение с родителями. А потом, когда они нуждаются, они говорят, благослови меня. И очень часто мы благословляем устами, но это не работает. Они говорят, помолись, благословите меня. Мы к Богу приходим, Господь благослови. Но коснулся ли ты его сердца? И вот смотрите, 27 глава, когда Исааку надо благословить Исава, и он понимает, что он не может этого сделать, потому что они в тягость, какие-то отношения сложные. И он говорит, он призвал Исава, и говорит, иди, сделай мне дичи, как я люблю. Я хочу, чтобы моя душа тебя благословила. Сделай что-то для меня. Видите, даже он уже пошел на какие-то искусственные меры. Сделай хоть что-то. Но вот сделай что-то, чтобы у нас сегодня было все хорошо, чтобы мы пообщались, покорми меня, покушай вместе. Я хочу тебя благословить. Воспользуйся этим моментом. Помните, когда, правда, Яков пришел в этих одеждах, и там костром, лесом, полем, и он говорит, о, это запах моего сына. Когда мы приходим к Господу, какой запах от нас исходит? Говорит ли Господь, это запах моей дочери, это запах моего сына, с которым я имею отношение сердца? Или же это просто мимо проходящий человек, который постучал. Помните, как написано, что проходил мимо, да, и постучал там, ко мне гость пришел, у меня даже хлеба нет, дай мне. И очень часто мы, как проходящие мимо, мы забегаем к Господу, когда нам надо, мы стучим. Исаак говорит Исааку, иди сделай мне покушать. Приготовь мне кушание, какое я люблю. Сделай что-то, что я люблю. Господь говорит, сделай что-то, что я люблю, что мне нравится. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя. Видите, общение – это нечто другое, чем просто разговор. Общение – это нечто другое, чем просто говорить. Вообще-то я заметил, что люди, у которых хорошее отношение, они могут даже плодотворно молчать. Когда ты мало, знаешь, человека, или там нет прикосновения к сердцу, ты напрягаешься, если ты где-то с ним вдвоем куда-то едешь, чтобы что-то говорить. Но когда у тебя другой уровень отношений, ты просто можешь комфортно молчать. Ты можешь комфортно… Иногда молчать – это лучше даже. Ты просто отдыхаешь, ты не можешь… Мы же не попугали, чтобы все время говорить. Ты хочешь просто молчать. Ты же по дому ходишь, ты же молчишь. Вообще-то психологи говорят, я даже не знаю, правда или нет, что если муж и жена больше 20 минут в день разговаривают, они начинают ссориться. Я не знаю. Но бывает, наверное, что хочется просто помолчать, да, а не там как… Включил ты пилу, да, и там то-то, то другое, то третье. Знаете, человек так устроен, Бог его так создал. Тебе хочется тишины, тебе хочется покоя, тебе не хочется вот этого вечного дергания, что тебя кто-то дергает там все время по разным мелочам. Ты хочешь просто наслаждаться жизнью, ну, это уже отклонение, да. И вот, например, касаться сердца какого-то человека, вот если ты идешь к начальнику, как ты идешь к начальнику? Ты когда-нибудь ходил к начальнику? Ты же не идешь к нему. Ну, правда, в нашей культуре есть, похоже, что все ненавидят начальника. Ругаться. Друзья, хотите, дам совет? Никогда не ругайся с начальника. Никогда не ругайся с учителем твоего ребенка. Что это вообще за, я не знаю, невежество ругаться? Постоянно быть недовольным на учителей. Да ты подумай своей умной головой, что твой учитель, от него зависит, его отношение к твоему ребенку очень сильно влияет. Идти что-то доказывать, опять деньги собирать. Да не обеднеешь ты от этих пяти копеек. Нет, я там докажу. Понимаете, вот мы как-то воспитаны со всеми ссориться, всем что-то доказывать. Но мы всегда вот стараемся с учителями быть в нормальных отношениях. Я помню, там одна учительница, вообще у нас с ней идеальные были отношения, и наша Карина рассказывает, какой-то экзамен, то ли это было поступление в гимназию, то ли это что-то там, такой серьезный экзамен. И вот дети сидят, там какой-то диктант пишут или что-то, или сочинение, я не знаю. Говорит, это учительница, а мы с ней в хороших отношениях, да? Она даже не классный руководитель. Карина говорит, она вот так вот проходит и стоит вот возле Карины только, и читает, что она пишет. А потом увидела ошибку, и так опять проходит, и вот так есть. Ну, говорить ничего нельзя, и она ей так раз показывает. Карина исправила, и хорошая оценка. Кажется, почему? Почему она так сделала? Потому что отношения сердца. И она рассматривает, о, это ребенок моих хороших друзей или знакомых. Я помогу, мое сердце открыто. И вот выстраивать отношения, это великое искусство. Разрушать отношения. Сильно мудрости не надо, правда? Что сложнее, построить отношения или разрушить? Построить отношения, это годы. Разрушить отношения, одна секунда. Одна минута. Поэтому, когда ты идешь к начальнику, ты пытаешься, ты стараешься аргументировать. Ты стараешься как-то, я не знаю, зацепиться сердцем, чтобы он тебе помог. Да? Очень часто, я даже не знаю, как объяснить, вот Бог каким-то сверхъестественным образом открывал сердца людей для меня. Помню, когда мы строили дом, тогда, я не знаю, был бум строительства, наверное, что за стройматериалами надо было по полгода стоять в очереди. Это реально. А нам нужны были плиты перекрытия. Нам говорят все, это нереально их купить, потому что такой бум строительства был, что все плиты перекрытия, они шли на строительство трех многоэтажных домов. Нам даже говорят, даже в проекте не делайте, сделайте деревянные перекрытия. А мы взяли, сделали эти бетонные перекрытия, потом не знали, что с этим делать. Потому что мне все говорят, это нереально, год надо стоять, а мне вот уже надо делать. Я говорю своей супруге, жене, я говорю, я поеду тогда к директору этого завода железобетонных изделий, я прихожу, там какая-то женщина, я не знаю, вот Господь ее как-то расположил, она, знаете, вот реально, она меня первый раз видит, я ей никакого подарка не принес, она мне говорит, для вас в любое время, в любом количестве я даю сколько вам надо. Вот серьезно, она говорит, когда только заходите, вот просто приезжайте сразу ко мне в кабинет, я выписываю все, что вам надо. А я потом что-то еще раз с ней общался и забыл вообще что-то спросить. Я ей говорю, позвони сейчас. Ну, говорю, мне неловко звонить, да, ну, потому что только что позвони, говорю, еще уточни. Ира так ей звонит и говорит, а там что-то по этим, а она такая, мы населению плиты не продаем и сразу положила. То есть она даже, да даже не общалась. Я знаю, что никто тогда, все, все с деревянными перекрытиями делает. Я приехал, когда мне надо, она мне выписала, погрузили мне все и так много-много раз было, я просто не буду эти истории рассказать, когда Бог просто как-то располагал сердце, человек, какой-то начальник начинал мне помогать. Я даже не мог понять, в чем тут суть. Человек начинает тебе помогать. Как бы так, не взначай, не показывая этого, но ты чувствуешь, что он тебе помогает. Ты чувствуешь, что он как-то к тебе расположен. И почему Давид назван человеком или мужем по сердцу Бога? Потому что Давид знал подход к Богу. Он был очень мудрым. Мудрый человек, он знает подход к Богу. это мудрость. И так, когда ты идешь к начальнику, а может быть, тебе когда-то надо будет пойти к начальнику, ты должен быть мудрым. И тем более, когда ты идешь к Богу. Малахия, посмотрим первую главу. Шестого стиха. Давайте посмотрим внимательно. Сын чтит Отца и раб Господина своего. Это Божьи принципы. Кто-то скажет, это Ветхий Завет. А мы сейчас в новом, совершенная жертва Христа. Да, мы в новом. Но принципы Божьи остаются. Что сын чтит Отца. Почитай и уважай начальствующих. Благословляй родителей. Благословляй Бога. Сын чтит Отца. А раб своего Господина. Если я Отец, Господь говорит, если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мной? Сегодня церковь потеряла благоговение. Сегодня христиане потеряли благоговение перед Богом. Где благоговение передо мной? Говорит Господь, вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите, чем мы бесславим тебя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? И смотрите дальше, Он говорит, поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь. Он переводит это на человеческие взаимоотношения. и говорит, вот ты несешь этого слепого теленка, принеси это князю своему, посмотришь, решит ли он твой вопрос. Господь говорит, нет, ты не понесешь князю. Ты не понесешь это князю. А почему ты это мне несешь? Я, знаете, однажды получил откровение про вот эти неверные весы. Человек приходит в магазин и он говорит, если нет 50 рублей или 60, или сколько-то там, то в магазине нет смысла идти. И мы задаем вопрос, 30, 40, 20 рублей, это много для магазина? Это мало для магазина. А для церкви? Это огромная сумма просто для церкви. Это просто невообразимая сумма для церкви. Получается, для магазина 20 рублей это очень мало, а для церкви это очень много. Я дам церковь 5 рублей. Это же очень круто для церкви. И Господь говорит, а если бы ты это князю принес? Был бы он доволен этим. И так молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Поймите, это принципы важные. Это отношение к Богу. Это же не только финансово касается. Это касается нашего отношения. Как я в прошлом воскресенье говорил, наши отношения к Дому Божьему. Ай, служение не стоит уважения. Трапеза Господня не стоит уважения. А что я вот дома там такой себе ужин закачиваю? Что мне идти на эту вечерю любви? Что мне там идти на какой-то праздник церковный? Я дома просто круто поем за это время. Трапеза Господня не стоит уважения. Иди мне сюда париться здесь. А что я дома вон вентилятор поищу? Сейчас лето, сейчас пора. Отпусков вообще. Трапеза Господня не стоит уважения. Лучше, чтобы кто-нибудь из вас запер бы дверь, чтобы напрасно не держали огонь на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, Господь самому говорит, и приношения из рук ваших неблагоугодны мне. Если бы ты сдам где-то за деньги, что-то делал кому-то, так одно отношение. Когда для дома Божьего, может быть, другое отношение. А что там? Кину мусор, никто и не заметил. И вы хулите его тем, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами. А вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Потом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь. И приносите украденное, хромое, больное. Такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Видите, это принцип. Суть какова? Коснуться Божьего сердца. Коснуться Божьего сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Божьего сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова